Эдгар Колян не останавливается на достигнутом. Двукратный победитель первенства мира и двукратный же обладатель Кубка мира вернулся из Калининграда с очередной победой. Ивановский кудоист стал обладателем Кубка России. Награда этого ранга будет в его спортивной карьере уже третий. Кроме того, Эдгар был признан лучшим бойцом турнира. Лучший боец, которому также включается специальный приз, им назван Эдгар Колян! Столь крупная победа приблизила Ивановца к третьему на его спортивном пути чемпионату мира, который на этот раз пройдет в Японии. Путевки в страну восходящего солнца уже заслужили двое спортсменов Ивановской федерации кудо, воспитанники Эдгара Коляна-тренера, победители первенства страны Алан Валеев и Виктория Носкова. Это очень достойный результат. Почему? Потому что от России едет всего лишь 30 человек, по юниорам и по взрослым. В прошлый раз нам повезло, у нас было четверо представителей от Ивановской области на чемпионат мира, на первенство мира. В этом году будем представлять, надеюсь, троих спортсменов. И надеюсь, они пройдут весь этот этап отборочный и достойный выступ на чемпионате мира. Эдгар рассказывает, несмотря на опыт участия в различных соревнованиях, каждый раз приходится оттачивать технику заново. Благодаря всемирной паутине соперники имеют возможность детально изучить его. Потому, чтобы победить, застать противника врасплох, приходится меняться, удивлять. Ну вот, обратите внимание, что делает Андрей. Андрей начинает с дальнего Айгири. Входит с ногой. Видимо, прекрасно понимает, что Эдгару нельзя кидать лоу. Особенно лоу расслабленный какой-то. Он пытается работать, но на дистанции, потому что у него, у Андрея, руки... Подлиннее? Подлиннее, да, да. А Эдгар спокойно ныряет под джебы, как он это всегда умел делать. Чем страшно бесил из японцев, например. Потому что они не знали, что с ним делать, он уже под джебы ныряет и заходит на свою дистанцию, где начинает их убивать просто. Колоссальный опыт – это не только совершенное владение ситуацией и мастерство ведения поединка. Это еще и травмы. Их в спортивной жизни Эдгара было немало. Вот и перед поездкой в Калининград одна из них вновь напомнила о себе. Пришлось беречь себя. Приходилось тренироваться с травмами на обезболивающих и так далее каким-то образом. Но все время берег травмы, чтобы не травмировать дальше. И на соревнованиях тоже самое, когда выходил и бился, старался не вкладываться на все 100, на все 200 процентов, чтобы не травмировать старую травму. Теперь, когда третий Кубок России в руках Ивановца от попадания в сборную страны и возможности выступить на первенстве мира, Эдгара Калина отделяют несколько месяцев изнурительных тренировок. Осенью после сборов выяснится, поедет ли титулованный Ивановец в Японию. Если это ему удастся, Калян получит возможность сразиться за титул трехкратного чемпиона мира и вписать свое имя в историю российского кудо. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.